Полчаса назад отсюда со счастливыми лицами ушла сотня ребятишек, а зал вновь заполняется. Малыши и подростки, затаив дыхание, смотрят на сцену, где злые силы, как обычно, хотят испортить праздник и строят козни Деду Морозу со Снегурочкой. Ёлки для самых нуждающихся во внимании детей вот уже пятый год подряд устраивает благотворительная организация «Новая жизнь» и её бессменный руководитель, депутат городской думы Наталья Семина. Здесь особо многодетные, у которых пять, шесть, девять детей. И я вообще, я есть ли не всех курганцев, всех жителей, особенно восточного поселка, покорясь с Новым годом. Добра, мира, здоровья, благополучия вам, родные мои. И очень хочу, чтобы все последующие года были такими же удачными, как вот этот год. И чтобы такие же ёлки для ребятишек светились, а улыбок было как можно больше. Многодетные родители их чада давно знакомы друг с другом. Помимо новогодних представлений, для них организуют мероприятия и на другие праздники. Но Новый год – дело особое. Ребята не только тщательно готовятся, мастерят костюмы, учат стихи, но и ждут именных подарков. Ведь до этого каждый из них написал сказочному волшебнику записку, где попросил именно то, что им нужно. Мы всегда нарядные, всегда просят костюмы, даже старшие у меня. Говорят, мама, может я что-нибудь нынче пододену. Ну, все готовятся, все ждут, конечно, этого праздника. Мечты в семье Федоровых сбылись. Восьмилетней Насте Дед Мороз подарил коньки и девятилетнему Диме машинку, а младшей Тане детскую коляску. А дети Ирины Мальгиной, рассказывает мама, проявляют завидное терпение. Подарки разворачивают только дома. Конечно, у них жгет все, глаза светятся и пальчиком ковыряют, пытаются посмотреть. Но самый такой эффект, они домой только порог переступили, не успели еще раздеться, но подарки уже садятся кружком и разворачивают. Пятиклассник из многодетной семьи Гриша Перминов тоже не понаслышке знает, что такое помощь благотворителей. В апреле юного пианиста пригласили на международный фестиваль в Испанию. Собирали Гришу, что называется, всем миром. И не зря. Мальчик занял на конкурсе первое место. Я там был неделю, видел три города. Тосу-де-Мар, Лорен-де-Мар, Барселона. И видел две крепости. Вместо игрушек у Дета Мороза Гриша попросил в метроном. И он его получит. Именно исполнение желаний и делает новогодний праздник настоящим волшебством для ребят. Всех, кто помог активистам новой жизни поздравить детворон, поблагодарил глава кургана Павел Кожевников. Очень рад, что с каждым годом все больше и больше предпринимателей и бизнесменов чувствуют свою социальную ответственность. И не в рамках только развития города кургана, не в рамках оказания каких-то дополнительных услуг, а именно поддержки малобеспеченным семьям, детям. Потому что они видят, что будущее кургана все-таки начинается у нас с детства. Всего благотворителям удалось поздравить свыше 200 многодетных и малоимущих семей. В следующем году, уверены организаторы, их будет еще больше. Оксана Савакова, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курган.ру.